77-летняя пенсионерка Надежда Бражникова ехала домой обычным маршрутом. По рассеянности, как объяснила потом нам и своей дочери, забыла сумку с деньгами и пенсионным удостоверением. С собой был только проездной, с фотографией и именем. Но без пенсионного кондукторы принимать проездной отказалась, и движение автобуса остановили. Сказали, до конца довезут, я думала, довезут до конца. Там начальство их не разберется, что они на новом рынке остановили. Сначала пенсионерке предложили выйти, но идти пешком она отказалась, колени больные. По ее словам, водитель в нецензурной форме в дальнейшей поездке тоже отказал. Всех пассажиров выпустили, пожилую женщину оставили. Почти час она находилась в автобусе. Из-за духоты резко подскочило давление. Вызволить из плена пожилую женщину удалось лишь дочери. Я еле выцарапала из автобуса. Бабушку при этом у водителя было открыто окно, а кондуктор стоял на улице в теньке, вот где мы сейчас с вами стоим. Кстати, персонал автобуса в своих действиях ничего неправомерного не усмотрел. По словам кондуктора, она и водитель действовали по инструкции, которые следуют всегда, ни для кого исключений не делают. Зайдите на госуслуги и, как положено, пенсионер должен предъявить документ кондуктора. Вы понимаете, нас за это штрафуют. И я должна убедиться, что она при документе, при пенсионном. В транспортной компании, к которой относится 53 маршрут, о происшествии с нашей съемочной группой разговаривать не стали. Без комментариев. Ну, потому что пока что мы не разобрались. Потому что разбираемся. На данный момент нам известно, что на персонал автобуса было принято заявление по факту незаконного удержания и издевательств над человеком. Мы будем следить, чем закончится история. А Надежда Бражникова едва ли в ближайшее время вновь сядет в автобус. Здоровье не позволит. Да и вера в человечность пошатнулась. Ирина Харитон, Павел Лауранин. Наши новости.